Павел Николаевич, объясните, что не так со снегом? У некоторых наших подписчиков возник вопрос, что за битва там, кто уберет снег, кто вперед уберет его. Ну, захотели что-то сделать, например, директором БУГ, Жуков, отставной на шпалкование груд для людей, ну, что плохого в этом? Даже вот подключил барабанщика известного. Почему такой вот получился, сыр борта? С самого начала нужно понять, что если ты хочешь что-то сделать хорошее, ты должен как минимум делать это на своем земельном участке, а если уж ты хочешь попросить у кого-то земельный участок, а такое тоже бывает, ты должен написать письмо. Ну, так положено, в нормальном обществе. И да, действительно, еще в сентябре прошлого года муниципальная власть была в аренду, эта площадь, он это платил, по-моему, за день они 19 тысяч платили, за то, чтобы там провести мероприятие, тогда они проводили день поселка. Здесь тоже самое можно было сделать, там есть два этих фигуранта из веков, и вот этот вот Жуков, который совершенно спокойно могли взять, написать письмо, обратиться. Ну, если вы видели, то вообще-то площадь перед совхозом была, перед дворцом культуры, она была вся в снегу на протяжении трех месяцев. Вопрос, почему? Потому что когда-то, когда работала еще Добренкова, а потом на нее-то совершил наезд районный руководитель, который сейчас ушел, кстати, с Паски, ей в вину было поставлено, что земельный участок перед дворцом культуры, они убирали, там была уборщица, ну или там дворник, а участок не принадлежит муниципалитету, не в аренде у Центра культуры, и поэтому ее за это наказывали. Ну, не ее, а конкретно директора Центра культуры. Мы когда предлагали пять месяцев подряд районной администрации и главе городского округа, что заберите в аренду земельный участок и весь, все здание дворца культуры, мы же писали о том, что в соответствии с решением КСП, ну, актом контрольной счетной палаты, мы пытаемся вам дать в аренду земельный участок. Они не захотели. Мало того, они, если помните, всячески срывали договор аренды, а потом теперь обвиняют в том, что совхоз видит ли не хотел. Да у нас куча писем, что мы писали им, что возьмите здание дворца культуры в аренду, чтобы городской округ его арендовал, и землю рядом с ним, в том числе и вот этот земельный участок. Они не захотели. Сейчас там нет электричества. А какой же смысл тогда брать в аренду территорию перед дворцом культуры? Они проводили в феврале мероприятия в школе, празднуют 23 февраля. Им никто не мешает проводить эти мероприятия и сейчас. Маслицу можно провести было и там. И внутри старого поселка, мы об этом тоже говорили. Но они решили, что они великие комбинаторы, им же главное это скандал, и прислали трактор. Помните, да, мы об этом говорили, что трактор если работает, то должен сразу сказать, а куда этот снег нужно вывезти. Ни в коем случае нельзя складировать ее на месте прохождения коммуникации, будущей коммуникации, а там будет ремонт в ближайшее время. Поэтому они думают, что если они варварским методом, партизанским, пришлют какой-то частный экскаватор, потому что никто из районных служб туда не поехал, они точно знают, что это нельзя делать. Изгребут снег, например, на зеленые насаждения или под линии электропередач, которые там есть. Там вот эти вот, висит освещение. Ну они просто запихнули снег туда. Естественно, мы, зная о том, что там пройдут коммуникации и проходят коммуникации, мы не можем себе этого позволить. Это вернули все обратно. Ну у них же, они же великие бойцы. Один из ФСБ, другой из ГРУ, третий вообще неизвестно откуда. Он с ансамбля, правда. Барабанщики, да. Ну такие, немножко бестолковые, но очень уверенные в силе. Да, это точно. Ну и, значит, они решили вот это вот все устроить. Хотя не понимают, что они действуют не по закону. Никаких официальных разрешений, документов у них нет. Ну представьте себе, если бы на ваш земельный участок ваш какой-то там бывший арендатор или сосед вдруг решил устроить праздник. Пригнал бы экскаватор на ваш дачный земельный участок, очистил бы поле, а потом сказал, я тут гулять буду. Вот друзей пригласил, значит. Кстати, меня поразило. В вашем же, по-моему, репортаже был там один сумасшедший паренек, бегает, который дрался с столбом и кричит, я Рота Агра, значит, я главный акционер, подождите. Вот он с таким же успехом может прийти, например, в магазин совхоза Ленина, набрать сыра или там еще чего-нибудь, то, что производится. Сказал, я главный акционер, я платить не буду. Какая разница, кто ты? Ты должен соответствовать законодательству Российской Федерации. Хочешь чего-то взять? Ну заплати. Хочешь участвовать там в каком-то мероприятии на земельном участке, принадлежащем совхозу? Ну заплати, не вопрос никакой. Но главное же другое. Ты скажи, а ты собираешься этот снег, который ты сгреб, вывести? Потому что есть законодательство Российской Федерации и Московской области. Закон о благоустройстве, чистоте и порядке. Там написано, в какие сроки и как нужно вывозить снег. А они же что сделали? Нагребли. А вывозить никто не собирался. Потому что это работа. Это сопряженность с тем, что у нас есть специальное постановление, где складируется снег, каким образом он утилизируется. Они и не собирались этого делать. И мы сейчас видим, что уже прошло два дня или три уже дня, да? А мусор, который они бросили перед Российской Федерации... А значит, они там чучело сожгли и бросили остатки прямо в снегу. Они говорят, все, и ушли. С чувством исполненного долга. Они кого-то там победили. Но кроме здравого смысла они ничего не победили. Ну и мы вынуждены сейчас обращаться к их руководству. Писать, что, ребята, так же не делается. Если хотите, а у вас уже был опыт аренды этого земельного участка, вы должны его оставить в чистоте и порядке потом. Сделать что-то такое. Да потом, зачем вы все это делаете? Совершенно спокойно. Можно проводить масленицу либо на муниципальных землях, либо на землях, принадлежащих ЗАО. Но в этом случае заключите договоры аренды. Поэтому мы с ними, знаешь, как с любыми глупыми людьми приходится мучиться. Ну, сначала ты им объясняешь, потом ты пишешь письма во власть, чтобы их урезонили. Но вот эта компания, вот этот из веков, как он рассказывал, бывший сотрудник ФСБ, наверное, по отрицательным мотивам уволены оттуда. Этот вот недослуживший полковник ГРУ, наверное, тоже его уволили, потому что, видно, все ждали, когда же он до пенсионного возраста доживет. И вот этот паренек, который там носится, пытается кого-то обидеть, а его на самом деле природа обидела, это же видно. Он кричит, я главный акционер или представитель главного акционера. А что это такое, Павел Николаевич? Ну, неужели акционерное общество, насколько я понимаю, управляется через выбранного директора? И вы таким являетесь? В этом-то и смысл, что люди, которые там бегают и что-то кричат, они как чайки. Много кричат, много гадят, но толку от них никакого. Они, к сожалению, не понимают законодательства. Ну, если они сильно такие акционеры, ну, пускай придут и, ну, скажем так, напишут какое-то письмо. Если оно будет соответствовать закону, то исполнительный орган, директор им ответит. Пока они ни одного письма не написали, ничего не сделали, они прекрасно, ну, там, по крайней мере, верхушка, судя по всему, понимает, что у них никаких прав, кроме прихода на общее собрание и голосования по вопросам, включенному в повестку дня общего собрания, ничего больше нет. Поэтому они и действуют такими бездарными, глупыми методами. Другое дело, что обидно, что у них на службе, а я видел это видео, у них полиция на службе, значит, они дают команду полиции. Это связано именно с тем, что за спиной райдеров стоят очень сильные властные структуры, ну, как минимум, областные. И поддерживаются они, потому что, ну, дайте так, вот этот ушедший глава Спаски, ну, что он сделал за последний год, когда он был командиром здесь. Он переназначил директора школы и назначил жену райдера. Он говорит, ну, что там творится в школе, вы уже видите. Он назначил вместо Добренкова этого Извекова, которого он ни разу в жизни не видел, но ему, как сказали, порекомендовал его Саблин. И, по словам того же Жукова, он назначил Жукова руководителем центра культуры, где Жуков мне сам рассказывал о том, что его кандидатуру предложил Саблин, и за один день он согласился стать директором центра культуры. Какое отношение полковник имеет к центру культуры, ну, кроме того, что он когда-то играл на баяне, видно, на деревенских этих сходках, ну, непонятно. Но это все сделано только для того, чтобы дестабилизировать обстановку совхоза Ленина. Ну, в принципе, им это удалось. Они так настойчиво пытаются через вот эту ЗАЗАЗу, через РотуАгро, через Боевое Братство, через Единую Россию, через вот этих вот невменяемых депутатов, которые тут носятся, они пытаются как-то это изменить. Но вы же видели, как прошла Масленица. Ну, Масленица в сходе прошла прекрасно. И в школе 548-й, и в этом, как его, на прудах. Да, ну, понятно, что люди на них внимания не обращают. Ну, есть же деревенские сумасшедшие, ну, носятся они там. Другое дело, что меня в вашем репортаже сильно огорчило вот это вот последние несколько кадров, когда видно, что работники Центра культуры стоят на пороге дворца, который они захватили, курят, пьют спиртные напитки и не скрываются. И эти люди работают с детьми, вот эти люди, это что, несут доброе, красивое, вечное к детям? На месте родителей бы я просто поостерегся бы туда водить детей. Потому что, вы смотрите, этот невменяемый барабанщик, который там нападал на вас, и этот вот Варлеев, который там, видно, элита Рота Агра, судя по всему, этот вот, извините меня, директор, с позволения сказать, который там, ну, я понимаю, чем может командовать. Я думаю, что ему никто и взвоном бы не дал командовать. Ну, тракторные войска им теперь живут. Ну, наверное, да. Поэтому я, вообще-то, должен сказать, благодарность выразить своим трактористам, трактористам совхоза Ленина, которые не поддались на провокации, ничего, ни на одну провокацию не поддались, ну, поставили дектора, ушли, и все равно сделали ту работу, которую должны были сделать. Потому что вывести на сегодняшний день этот снег было уже нельзя, он весь перемешан, испачкан, он сейчас растает, и потом, когда мы с этими захватчиками разберемся, тем более, что в ближайшее время все увидят с 1 апреля, ну, со 2 квартала, мы еще не знаем точно, с когда, потому что мы сейчас оплатили трубы, но они пока еще не пришли, они готовятся, изолируются. Там придется положить две теплотрассы для того, чтобы дать горячую воду. У нас в Дарискультуре никогда не было обеспечено ГВС, так называемое, горячее водоснабжение. Ну, и надо подвести теплоноситель другого типа, потому что для того, чтобы сделать кондиционирование, отопление через воздух, необходимы совершенно другие параметры теплоносителя. Поэтому в ближайшее время мы вынуждены будем раскопать там много чего. Ну, конечно, стройплощадку огородим в соответствии с нормативой. Ну, и будем работать, а потом войдем, будем делать капитальный ремонт. Сейчас уже закупаются стройматериалы. Пока этот вот невменяемый Жуков не дает работникам совхоза и работникам здательного центра войти, освидетельствовать здание, потому что там фирмы, которые мы заключаем договора на кондиционирование, на установку вентиляции, они пока не могут дать коммерческое предложение, потому что им нужно увидеть, где находится вент-камера, рассчитать мощность. Ну, просто они пытаются затянуть этот капитальный ремонт. Ну, все будет в свое время сделано. Они сейчас затягивают суды, дают заранее, известно, что они дают неточные данные, потом они сами же опровергают. Вообще, это структура юридическая, которая находится на службе у рейдеров. Это фирма Юст, она ведет дела не только против совхоза, но ведет дела еще и против, ну, скажем так, наших партнеров и защищает интересы администрации, как это ни странно. И вот этого вот Жукова. Она говорит, она чем стала известна? Тем, что они все время фальсифицируют доказательства. И уже судьи в некоторых судах уже начали говорить, что мы вас лишаем адвокатского статуса, либо отказываетесь от этих, скажем так, фальсифицированных документов. И поэтому фальсификация документов, конечно, затягивает время, но не освобождает от того, что рано или поздно... Ну, давайте так, кто может заставить собственника квартиры, здания или другого объекта заключить договор аренды, тем более на невыгодных условиях. Тем более, что когда этот человек или эта организация сама хочет заниматься. Я уже говорил, что у нас 400 детей занимаются в оздоровительном центре культурой, танцами, ну, там всем-всем-всем. А мы не можем войти в здание дворца культуры. А эти несчастные муниципалы, которые там всегда приписывали себя, теперь выяснилось, что у них там и 30 детей не ходят. Они там пытаются как-то ФСБшников привлекать, барабанщиков, танцоров. Ну, честно, это совсем не красит сотрудников этих, наверное, уважаемых организаций. Павел Николаевич, а что такое все-таки это главное слово «приписка»? Это все равно же меньшинство получается акций. Почему он сам себя главным называет? То, что говорят люди, должно соответствовать законодательству. Есть, конечно, люди, которые говорят, не понимая, что они говорят. Главных акционеров не бывает. Бывают мажоритарные акционеры и миноритарные акционеры. Мажоритарными являются, ну, например, по закону, надо всех людей, которые, ну, то есть всех акционеров, разделить на две части. У кого больше определенного количества акций, у кого меньше. Вот мы подаем обычно данные аудиторам на тех организаций или лица, у которых больше 20%. Ну да, сейчас, путем махинаций различных, у Рота Агро появилось какое-то количество акций, их больше 40%. Вот, но контрольный пакет акций, а это известно, что это 50% и более, не обладает Рота Агро. Поэтому она не главная, она мажоритарный акционер. Ну, таким же являюсь и я на сегодняшний день. У меня просто их 20 с чем-то процентов. Вот и все. Главное же другое. Не важно, у кого, скажем так, большой пакет акций. Главное, кто может избрать руководство, исполнительный орган. Пока они срывают наше собрание и ничего сделать не могут, но на сегодняшний день, поскольку у них нет 50% и плюс 1% после одной акции, они не могут поменять исполнительный орган. Ну, это не получается. А напрямую управлять они не имеют права? А, никогда. Если у вас будут даже контрольные пакеты акций Газпрома, вы не сможете сами отдавать газ или давать команды каким-то людям, подписывать договора. Или по доверенности кому-то. Да, если даже главным акционером какой-нибудь структуры является государство, это не значит, что государство напрямую командует. Оно просто участвует в выборах руководителя, исполнительного органа, и может высказывать свое мнение по отношению к кандидатуре. Но если кандидатура это прошла, оно за нее проголосовало, или в результате договоренности какую-то кандидатуру они согласовали, то в любом случае управляет не Мишустин, например, Газпромом, а Миллер. Мишустин, хоть и имеет контрольный пакет акций, он не может управлять напрямую Газпромом. Можно сказать, что это самоуправство в таком случае? Ну, давайте так, можно любую глупость, но по идее, да, можно сказать, что это самоуправство. Самуправство это, как правило, когда исполнительный орган какой-то, ну там, должностное лицо или еще кто-то, он занимается неправомощными действиями. И вот это самоуправство, это как раз к Извекову, ну или к Жукову, потому что они вроде бы как муниципальные служащие, или лица, занимающие муниципальные должности. И они, да, они занимались самоуправством, это ясно, потому что у них прав командовать на чужом земельном участке никаких не было.